Включил. Отлично. Мы в эфире. Поехали, ребята. Значит, мы проходим по последнему мишною трактату, да, сравнительно небольшие объемы гемара в каждом из них. Аня, про то, что бывает мишноя гемара в курсе, да? Отлично. Значит, 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 так, большинство законов Йонтова, как я просто напоминаю всем и вами особенно, основе, относятся к представлению потому что это главное отличие от субботних законов. Если мы уже выучили толстый трактат Шаббат, но мы этого пропустили, в моем нечастливом моменте, он действительно толстый, то для того, чтобы понять, как устроен закон Йонтова, нам нужно выучить только приложение, как бы, к этому трактату, а именно примерно закон о предназначении давления пищи. Еще кое-чего, но это уже по ходу пьесы нам тоже выдается. Вот, например, что нет эрубы, да, как мы выяснили, выруб. Пожалуйста. И так, значит, мясо первое на страничке, которое, которая, . Окей. Итог, что здесь написано? Итак, что здесь написано? Как перебирают бобы, ну, всякие бобы, это самое. Бей-шамай настаивает, что нужно, вот у нас есть лущеные бобы, грубо говоря, то есть большая, вот в прошлом анекдоте мы уже выяснили, что можно их вот как-то так вылучивать пальцы. А вот у нас, вот мы набрали миску этих лущеных бобов. Теперь, как обычно делается? Обычно, говорится, мы берем большое блюдо, трясем его и выкидываем то, что негодно. Бобы вытряхиваются в одну сторону, а потом выкидываем негодно, а потом убираем уже более тонкое, негодное тоже выбрасываем. Значит, перей-шамай настаивает, что нужно сделать некоторые изменения этой процедуры, а именно выбирать, например, съеду. И тут же съедать. Да, потому что, как мы помним, опять же, в прошлом анекдоте, как только он не может накопить кучку. по-моему, они начинают свои эмбрия. А у тебя там какие-то шумы? Можно как-то избавиться? Да-да, сори, это я выключил. Я думаю, что имеется в виду, опять же, мы говорили уже про стручки. Мне кажется, что имеется в виду не только стручки сами себе, но и какая-то всякая пленка. Там же речь идет не про гороху, как правило. Гороху там они, по-моему, и не знали даже. Речь идет о такие жесткие бобы, хумус там. А там, наверное, есть какая-нибудь дрянь, которая идет вместе с самим богом. Слушайте, ребята, я тоже все это дело покупаю в магазине. В магазине там уже все как бы выучено. Но, судя по тому, по описанию того, там есть какая-то абсолютно, какая-то дрянь. Нет, очевидно, речь не про стручки. Сейчас увидим, почему. Сейчас увидим, почему речь не идет про стручки. Речь явно не идет про стручки. Здесь идет про какую-то мекину вокруг. Значит, короче, в Кедарко, обычно, они просто трясут большую хрень и отгребают эту самую, всякую дрянь наружу. Этот самый бет-шамак наставят, чтобы мы делали наоборот, чтобы мы выбирали съедобное и тут же съедали. Это можно обычным образом. Прости? Еще раз. Мы говорим вот о чем. Мы говорим о том, что у нас они пришли к нам в Йомту в виде стручков. Вывощить стручки мы можем. Это нам разрешено предыдущим анекдотом. Но бет-шамай настаивает, что мы не можем собирать их в кучку. Сварить поэтому тоже не можем. Значит, для того, чтобы сварить эти бобы, нам нужно было выучить их в предыдущий день. А бет-гилей, наоборот, разрешает это все. Мы помним, что мы можем, наоборот, собрать в кучку и тогда потом уже, может быть, и сварить. Варить-то как раз никто нам не запрещает. А это вопрос, нужно ли отделять эту труму? Нужно отделять эту труму? Отделили вопрос, и мы этим занимаемся. Но мы сейчас занимаемся не этим. Может быть, и нужно. Может быть, это и будет тот исключительный случай, когда Йомтов отделяют труму. Может быть. А может быть, и не нужно. Я просто сейчас не буду в это влезать, потому что мы сейчас уже не там. Мы сейчас давно вообще не так. Я просто объясняю, почему Бейт-Шамай настаивает, чтобы они сразу съедались. У Бейт-Шамая нет этой кучки, они сбрещают. А бет-гилей можно, в принципе. Потому что три урока назад, четыре урока назад научили эту внешнюю. Наверное, да, по-моему, это имеет отношение в том числе и к труме. Это имеет отношение в том числе и к труме, но имеет отношение и вот к чему, что это как бы... Происходит некоторая работа обмолот и, как называется, проверить его. Собирание в кучку – это не обмолот. Нет, в том-то и дело, что собирание в кучку – это завершение работы обмолот. Конечным продуктом работы обмолот. Мы же помните, что мы говорили там о том, что есть некоторые конечные продукты, которые запрещены в субботу, ну и, соответственно, в праздник по Бейт-Шамая, но не в стоит собирать эту кучку. Поэтому, Бейт-Шамая, это не стоит собирать эту кучку. Поэтому, Бейт-Шамая – это завершение некоторой работы по обмолоту, это с точки зрения Бейт-Шамая – это собирание этой кучки. В каком-то смысле оно же и является триггером для отделения трумок. Поэтому они говорят, что и по обоим этим соображениям нам не стоит собирать эту кучку. Поэтому Бейт-Шамая настаивает, что когда, если у нас эти бобы не подготовлены заранее, да, если они подготовлены заранее, все нормально. Если эти выученные, очищенные бобы, то мы можем бросить в фасолевый суп, там, например, и, смотрите, свит. Это пожалуйста, сколько угодно. Но вот мы не подготовились. В этом еще, собственно, вся идеология, собственно, всего трактата. Какую подготовку мы должны считать обязательной, какую вполне желательной, какую, ну, как получится. Ну, вроде того. Все трактаты напролет – это трактаты об ошибках, о ленности, о том, как. Ну, в общем, короче. О том, как поступают, когда все уже плохо. Когда все хорошо и нечего писать. Ну, вот. Поэтому, там, ну, вообще на протяжении всего своего протяжения исследуют границы. Что такое хорошо? Не что такое хорошо, а что такое плохо, это все знают. А вот где тонкая граница между уже совсем плохо или еще почти хорошо? Ну, в смысле, короче, да. Вот нельзя-нельзя, а где, если хочется, то можно, и как. Вот. И вот это вот про это, собственно, самое наше место. Про то, что, как бы, вот мы… Хотелось бы, чтобы все хозяйки были растороплены и в этот сам коммун Ёмкова все там налущили себе всего, чего надо, там, для своего фасолевого сутка. Картошку почистить все там. Вот. Все, что можно без ущерба до вкуса, кстати. Помните, да, у нас был в предыдущий раз, что нельзя толочь, что мы не можем истолочь, например, перец, потому что, как бы, утром не вкусно. Вот. А, ну, теперь надо сказать, это среднее. И она же совсем плохая, но средняя. И она забыла эту фасоль или вдруг решила порадовать мужа, как бы, по целому супу. Теперь, что ей делать? Вообще она, грубо говоря, ничего. Потому что сварить эту фасоль она все равно, вроде бы, как не сможет. По крайней мере, я не понимаю, как она смогла работать в шамаре. Я думал об этом, я не уверен, что так может. Может быть, так тоже может. Вот, может так тоже. Вот. В обеде, наверное, как раз даже очень много. И это нас спасает, в общем, спасает плохих хозяев. Бей-шамай ориентируется в том-то и дело. Вся эта идеология построена на черт. Бей-шамай ориентируется на праведников, на людей, которые, как бы, все делают исключительно хорошо. Случайно забыли. Один раз случайно забыл. Ну хорошо, значит, ему делаются легкие допущения, да. Он может удалить свой голос сухой фасолью, как бы, бегом по-другому. Добрый. Да. Стоп. Нормальная хорошая мать. Нормальная хозяйка. Не бывает хороших хозяйок. Бывает нормальные. Нормальная хозяйка забывает тысячу разных вещей. Бывает, но, опять же, мы же ориентируемся на некую медиану. Медиана, как бы, да, она у нас составляет целом желать лучшего. Но мы будем, в сердце своем могут желать лучшего, а в лаке будем писать, как им облегчить жизнь. Это из-за идеологии беды и леди. Поэтому мы облегчаем жизнь практически в емкость. В шабах, конечно, мы не будем ничего такого делать, а мы не там разногласиями. Вот. А в емкость мы будем облегчать им и жить. Потому что кушать-то всем хочется, а в емкость это от запад. Отдельно, да. Там же мы все время говорим о том, что у нас сталкиваются между собой разные интересы. Интересы того, что нефиг забывать важные вещи и интересы того, что все-таки в емкость надо хорошо кушать. Вот. Поэтому беды и леди практически разрешают все, кроме символических вещей. Да? Вот здесь посмотрите. Беды и леди требуют большую перемену. Борэр палубу ботворать. Мы помним, это некие профессиональные способы переводки. Да? Это режето, сито и еще и чего-то, что такое табла я пока не понял до конца. Но некая ворбитуляционная хрень, на которой это все делается. Короче, чтобы это не выглядело как то, что ты перебираешь большое количество бобов. А почему нельзя большое? Потому что есть опасность, что ты сваришь этот суп на завтра. Или вообще оставишь эту пасоль, чтобы завтра сварить суп. А вот это уже нельзя. Это уже плохо. Да? Получается, что ты реально оскверниваешь как бы емкость. Потому что ты готовишь на сейчас, и пусть у тебя да останется тарелочек на завтра. Это так и бывает. Об этом мы еще будем говорить. Но реально подготавливать то, что ты будешь делать завтра, вот это уже нельзя. Именно поэтому нельзя делать это профессиональным инструментом. Как провеивать теми же инструментами, да? Вот это вот таблак на паре. Они же используют для провеивания провеивания слаков. И аналог этого – это вот эти переборки от нее. Это не стручки, это что-то другое. Вот. Робан Гамреев говорит, что можно также промыть это водой и слить воду. И судя по тому, что мы сейчас будем обсужать Гевари, кажется, что имеется в виду, что он сливает воду, наоборот, вместе с получившимися плодами, а с семенами. Нам вопрос, сливает он воду с дрянью, которую нам дали, или… Ну там это сейчас будет, сейчас будет это все освещено Гевари. Поехали дальше. Что-то, что Рея тут сливает? Да. Да. Посмотрите в этом самом, в Раше. Что ли абсолит… А, ну… Нет, он тут сразу объясняет, что… Фареш Бегмара шо ле абсолит ши цафли мало. Кому… Че? Мишишле бахавриет… Ну это он откуда-то там берет. Да, сливает, как бы, сливает верхний слой воды с тем, что там стоило. Современно, да. А, может и вытаскивает, действительно. А, может и так. Может не сливает, а может наоборот, просто… Ну для того, чтобы легче убрать эту дрянь, как бы, он наливает воды, она всплывает, он, как бы, ее… Ну, неважно. Дальше у… В тенденции почему-то не написано, что начинается Гемара, но она начинается. Что это, Аня? Кого замачивали? Фасоль? Да и сейчас бы неплохо. Нет, я не замачиваю. Замачивать на завтра, разумеется, нельзя. Значит, надо как-то еще… На праздник, конечно, можно. Почему нет? На праздник, разумеется. Почему? С праздниками, да. Что? Ну, шамат нельзя готовить, а праздник-то можно. Пожалуйста, если тебе нужно размочить эти бабы, как бы, с вчера, так, еще того лучше. Понятно, что ты уже вчера там их выучишь, там, очистишь, и все такое, а уже замачиваться. Но это как раз идеальный вариант. Это мы про идеальный хозяй. А у нас по хозяйке сейчас не идеальный. Если ты в этот же праздник собираешься использоваться, конечно, почему нет? Ну, по крайней мере, мне ничего об этом не известно. Окей, Гемара такая. Таня, Брайта. Что такое Брайта, Аня? Не знаю. Значит, Мишна и Гемара понятны. Мишна чуть раньше, а Гемара чуть позже, да? Брайта – это элементы раннего материала, современные Мишни, но не вошедшие в саму Мишну. Слово «бар» – вовне, а не вне Мишни. Они обычно приводятся, ну, часто приводятся в Гемаре в качестве авторитетного источника современного Мишни. Значит, вот оператор Таня вводит появление Брайта. Это не Рабан Гамалеель, который комментирует свое мнение. Это Рабан Гамалеель, который комментирует предыдущие мнения Бетгилейля. В момент времени мы говорим о Муринге, что «охоль меру беаль абсолид». О чем идет речь? О той ситуации, когда съедобного больше, чем дрянь, больше, чем отходов. А в «эпсолид» мы ругаем, а охоль. Деврая коль, но теле та охоль у меня хат абсолид. Но если отходов больше, чем съедобного, по всем мнениям, нужно забирать именно съедобные, а отходы оставлять, а не наоборот. А, кстати, интересно, почему? То есть, они хотят сказать, что есть разница выбирать хорошее от плохого или плохое от хорошего? Конечно, есть разница. Иначе Бет Шамая такого вообще не говорили. Понятно, что есть разница. Разница, прежде всего, в том, что есть обычный процесс и необычный процесс. То есть, обычный процесс – это убирание негодного и оставление годного. Ну, грубо говоря, если у тебя есть большая куча чего-нибудь, ты понимаешь, что не будешь из него по зернувку убирать эти богы, чтобы перебрать вот эту кучу. Ты найдешь способ, как избавиться от дрянь. И это называется обычный способ, когда перерабатывается массовое большое количество. Это именно то, чего нежелательно делать въем-въем. Понятно, да, почему? Именно потому, что производится впечатление, что ты обрабатываешь большое количество, совершаешь работу, по сути, а не готовишь себе еду. Готовить еду можно. Совершать работу на, как бы, до перспективы нельзя. Вот. Поэтому самая настаивает, чтобы ты изменил и способ ее, как бы, отделить. Чтобы сразу было видно, что ты отделяешь маленькое количество на еду сегодня, на еду сейчас. И более того, чтобы ты еду съедал много. Да? Ведь Елена говорит, а! Мы можем себе позволить, если видно, что мы имеем тарелку бобов, можем себе позволить делать с тарелкой то, что мы обычно делаем с большим ситом. Но важно, чтобы это было... Но важно, чтобы была тарелка, а не сит. Вот. Только на еду. Понятно, что это должно быть только на еду. Это с самого начала понятно. Но даже это небольшое количество мы не можем перебрать в большом сите. Потому что со стороны будет казаться, что ты перебираешь этот круг. Угу. 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 А никто не говорит, что там кто-то подглядывается. Там же мы же говорили, по-моему, у нас уже было бы, это, я не ошибаюсь, но в этом темале было. Про то, что то, что нельзя делать публично, лучше бы не делалось и приватно. Было, да? Эээ... Да, точно. Угу, это не важно. Эээ... Так что то, что не делаешь публично, не стоит делать и приватно. Эээ... Так что... Ну да. Не важно, подглядывает кто-то или нет. Бог там видит. Эээ... В смысле... Дело же не в том, что ты подглядываешь, что ты сам как бы расслабляешься. Об этом много раз говорили. Да, человеку не следует расслабляться. Он должен понимать, что он делает. В праздник особенно хорошо. Вот. Для того, чтобы он понимал, что он делает, у него рука инстинктивно тянется к этому большому ситу. Потом раз по рукам, говорят, нет, в тарелочке делай. Значит... Понятно, да? Значит, это важен для меня способ. Для меня есть способ. Теперь он говорит, что если больше бобов, скажем, чем это мекины, то мы можем позволить себе по Иллию отобрать мекину. Оставить бобы. Если мекины больше, чем бобов, то Раван Гаммельев, я думаю, настаивая, чтобы мы все-таки выбирали бобы. Вот. Я пытаюсь понять, почему прямо сейчас. Ну, на вид, ну, обычно там либо сильно больше того, либо сильно больше всего. Ну, он и говорит, что нужно отбирать хорошее, причем здесь как раз не меняется никакой способ. Вроде как наоборот. Вроде как наоборот. Вообще-то, конечно, можно. И вот тут вот, мне интересно будем прочитать Раши. И вот, как мне кажется, как наоборот. Я не знаю, я не знаю, поэтому я не знаю. Мы идем поиссари на Украине. Да, и тут я не знаю. Я говорю, что я хочу прочитать. Я говорю, что позже. Несколько смущает. Он объясняет, почему. Потому что, когда у тебя меньше бобов, чем дряни, то получается, что количество бобов пренебрежимо малое, его меньшинство, бательбо-рубе, что называется, большинство его как бы перевешивает. Получается, что вся эта куча может рассматриваться как куча дряни. И ее даже трогать-то нельзя. Ее перемещать вместо навязки нельзя, потому что она негодная для употребления вещь, а не годная для употребления вещь. Как мы помним, мукция. Ее нельзя, так нельзя, нельзя, как бы нельзя, если нет ничего делать. Поэтому у них возникает вопрос, а разве есть кто-нибудь, кому в голову придет разрешить эту кучу дряни и выискивать из нее какие-то там бобы? Ответа нет. Вы знаете, что вы сейчас говорите, что все зарабатывают, что они не зарабатывают. Совершенно верно. Поэтому, аринатору Гемарова, кажется, это абсолютно неуместно. Он говорит, а как же, нет же никого, кто вообще из этой кучи будет выбирать баба ее. Это было мне не Рабангамлиэля. А Гемарова к нему спрашивает вопрос, как такое вообще может быть? Он говорит, это применимо только к той ситуации, когда... Лацейх это оператор, который говорит, нет, это нужно только тогда, когда... и дальше описывается ситуация. Лацейх обычно делает то, что я называю Акимто. Я уже называл несколько раз Акимто. Я называл Акимто. Это когда в общей ситуации закон кажется неприменимым, и тогда мы ее сводим к непричастным ситуациям. Мы кинемо-то Альмашу. Это называется Акимто. Ставим ее буквально. Ставим ее на некоторый частный случай. И вот этот частный случай часто бывает довольно экзотический. В частности, вот здесь. Он говорит, Лацейх это нужно только для той ситуации, когда... Денафиш бы Тирхова зутра бы Шеура. Когда труда больше для перебора, а реального количества меньше. То есть, когда реально вот этого Апсолида, да, не так уж много, да, и это позволяет нам читать всю эту кучу бобов, а не кучу дрянь, да, но страшно западно ее оттуда выбираться. Сейчас еще раз, Изинь, это нужно только для... Нужно именно для ситуации. Это работает именно в той ситуации, когда физически Апсолида меньше. То есть, вот еще раз, Лацейх, это работает именно в той ситуации, когда... Вообще идет. Да, да. Это не нужно ни для какой ситуации, кроме как вот это. Во всех других оно как бы не работает. Ну, а всех других они понятно, почему не работают. Потому что иначе получалось бы... Вот та ситуация, которая описана раньше. Да, когда больше, нафиш, это много, больше, да, в запарке, но меньше по размеру. А зутро это меньше? Зутро это меньше, зутро это меньше. Наверное, как-то связано, но не удастся прямо сейчас рассказывать об этом. Ну, потому что нафиш, это... Ну, это нефиш, это от слова дыхания, да, там что-то такое вот... Ну, вот, ну, как бы, такое ощущение объема, да, нафиш. Не знаю, наверное, где-то там. А может быть, наоборот, это что-то распространение чего-то куда-то, да. Ну, короче, так или иначе, нафиш по-арамейски это много больше. То есть ответ этот тот, что нельзя выбирать хорошее от плохого, да, в том случае, когда это слишком много работы, мало этого хорошего. Так что ли? Наоборот, нельзя выбирать плохого от хорошего. В той ситуации, когда это требует слишком много работы. Почему плохого от хорошего? Мы же сейчас говорим... Нет, он же говорит так, он же говорит... Бэмээ дварим амуримча, аохаль мэрубэ аля абсоли, амэля абсолид мэрубэ аля аохаль. Я говорю, я коль нутэля-то аохалью мэхат абсолид. Да, если у этого самого дряни больше, чем съедобного, то по всем мнениям мы берем хорошее. То есть, именно если дряни больше. Вы говорите, да как же может быть дряни больше? Дряни больше... Мы, Сергей Гучи вообще ничего сделать не сможем. Он говорит, дряни больше в том смысле, что ее... Она очень трудоемкое подделение. И вот тогда мы обязаны сократить себе работу в некотором смысле, да, выбирая бобы. Оставляя это... Теперь, что по этому поводу говорит Раша? Что нахэш бытих, да? Что нешно так. Вахикам адамэ двамэ двамэмамоним безмэн ши торох аохаль мэрубэ альшэль абсолиэль. Кудэка амрэ бэйт гелэль нутэль псоли. Ну, это бытир хадзит. А, ну, точно, ровно, как я сказал. А валим торох апсолид мэрубэ альшэль аохаль. Да, я хожу в кули. Да, он говорит, потому что к этим всем соображениям, которые нам были сказаны в проемках, в шину и там, да, изменения модели как бы перебирания и все такое, у нас есть еще важный и все время действующий, это самое уменьшение работы. Чем меньше доработаешь, тем лучше. И понятно, что если для того, чтобы перебрать ее обычным способом, то есть убрать ненужное, как Микеланджело завещал, нам нужно больше работы реально, чем для того, чтобы выбрать бобы, так мы лучше выберем больше бобы. Потому что разрешение бэйт гелэля изначально было именно из-за этих соображений, как нам часто становится ясно, что он разрешает перебирать обычный способ именно потому, что это требует меньше усилий. Теперь, если это требует больше усилий, то нет. Поехали дальше. То есть, это мнение самого Раббана Габриэля. Раббан Габриэля говорил, «Таня, амар Раббелазар бэраби Цадок. Как хая мингаган шельбэйт Раббан Габриэля? Чаю мэвиим длим але адашими. Умэцэфим ала в майнем. В немца ох и лимата абсолютно лимала. Значит, Раббан Габриэля такая. Раббан Габриэля – это Раббан Габриэля, который, видимо, заходил к Раббану Габриэля и знал, как там бывает. Да, Раббан Габриэля – сын Раббит Цадока. Это один человек. Вот какой был обычай в доме Раббана Габриэля. Они приносили ведро, полное чечевицы, и наливали туда воды. Получалось, что съедобное снизу, а дрянь всякая плавает сверху. Теперь они говорят, ватанья ибха. А, в смысле, что у нас есть еще одна брайта. Вот что я не понимал. У нас есть еще одна брайта, где сказано ровно обратно, что как бы цовет лимата в око лимата. То есть съедобное сверху, а несъедобное снизу. Вот он и говорит, что... А, и как это? Нет, всегда бывает наоборот, конечно. Несъедобное более легкое устроено. Тут он так и говорит. Он говорит, что у нас есть в загашнике еще одна брайта, где учатся наоборот. И витка – это наоборот. Витка – это наоборот. Да, он не приводит, потому что она тривиальна. Она точно такая же. Там немца солят лимата в око лимау. А то что тривиально не будет? Ну, они иногда повторяют, а иногда вот так вот говорят. То есть... Отлично. Да, мы могли бы сказать, мухлеф это шита. Мухлеф это шита. Это инструмент последней надежды. Это орудие возмездия. Это то, за что мы хватаемся в самом-самую последнюю очередь. Если мы можем объяснить иначе, то мы лучше так не будем делать. Тем более, что здесь нельзя сказать, мухлеф это шита. Это очень трудно сказать, мухлеф это шита. Это свидетельство о факте. Да, это человек говорит. Я лично своими глазами видел, что так. А я говорю, как ты скажешь, мухлеф это шита? Это он не учит ничего, у него нет в голове ничего. Он просто что видит, то и поет. Я говорю, что это не то, что он видел. Как же, кто сказал? Это такая же брайка. По идее, это такая же брайка, что он тоже самое видел. Обычай и так далее. Только там получалось, что ох или мало, а абсолютно мало. Понимаешь? И как это бывает? Он говорит, лакарщик. К этому... Когда у нас такое происходит, значит, у нас... Каши это не то, что нет совсем никакой сложности. Значит, эту проблему мы можем решить. Это нам не проблема. Каши это сложная проблема. И сейчас после этих слов идет решение этой проблемы. Для дуяной решения проблемы. Хаба фаба. Вы аба делай. А-а-а. Да если что мы пытаемся отделить от этой... Какого характера дрянь эту? Если это дрянь песок, то она, конечно, тронет ниже бобов. А если это дрянь, например, солома, то она всплывает выше. А фара – это песок, а гила – это солома. То... Та брай – это про песок, а эта брай – это про соломы. А-а-а. Зависит от того, какую дрянь ты хочешь отделить. Если ты делишь более тяжелую дрянь, то она, понятное дело, будет снимкой. А бабы, как бы, лучше. Вау. А если дрянь более легкая, то она, наоборот, всплывает, а бабы остаются... Я – Ц. Понятно. Вот. Значит, хитрецы, потому что, да. Значит, окей. Дальше. Следующая Мишна. Они уже торопятся, да? Они уже всю методику нам рассказали. Я говорил, да, что первая глава трактата обычно начинается с длинного методического предисловия. Ну, грубо говоря, оно у нас уже прошло, но мы уже просто разбираем частные случаи, мы уже умеем это делать, грубо говоря. Да? Это очень быстро, как бы, разбирается, как бы, это методические случаи. А бабы, что мы говорим, «Эн мешалхим в «яом тов» элам анамот». Векиле мы говорим, «Мешалхим в «яимо хая в ауф», в «яом хаим» бен шкутин. Мешалхим «яноот» в «шменим», «в слототот» «в кэтниот». Абэлло твуа. А бабы, шэм, мотерва твуа. Окей. Значит, мечта такая, «бен шамай» говорит так, в «яом тов» можно посылать, ну, как бы, друг другу гостинцами, да, подарок, только готовые, готовые блюда. Вот, котлеты с рисом можно, а, например, кусок мяса нельзя, а фарш нельзя. А фарш нельзя. Почему? Ну, логика, видимо, такая, что если ты ему туда пришлешь, то он, может быть, скажет, «но у меня уже наготовлено там 50 блюд, я сейчас не буду это готовить, да, это на завтра оставлю». А это уже плохо. А он с котлетами, он все равно смотрит, да, котлеты, ну, давайте я их тоже на стол. А там уж посмотрим, нет, если он уже их поставил на стол, а их не съели, не съели до конца, это еще не так страшно, это можно. Ну, что у тебя остается? Остается. Но, но если ты их вовсе никак бы не используешь, тогда, хуй. Обеда, говорят, неважно. Посылают даже живых, то есть, скотину, зверя или птицу, живых и забитых, как живых, так и забитых. А также можно посылать вина. Это, кстати, непонятно, оно может быть по всем мнениям. Почему вино, оно же готовое? Вот я и говорю, может быть, это по всем мнениям, Мишелхим Йенот. То есть, как бы, Махлокет у нас только в первой позиции, а дальше уже, возможно, нет. Хотя нет, вроде бы, вроде бы должен быть и там Махлокет, потому что Мишелхим Йенот шманим веслатот, векетниот. Да? То есть, можно посылать даже вина и масло, и молотую, ну, соль это, соль это, мука, короче, там, и бобы, а вороту, оно не злаки. Нет, я не поняла, почему все-таки вину в той же... Хорошо, мы пока не знаем ответ на это. Может быть, потому что вино в доме душа? Не-не-не, глупость какая-то, не про то вообще. Не-не, совсем не так. я не знаю, я не знаю, не исключено, что... Мне все еще кажется, что не исключено, что спор у нас остался в первом, по первой позиции, то есть, по поводу того, можно ли посылать куски мяса, или тем более живых животных, которые требуют для забоя. А дальше почему-то перечисляются разные вещи. Да, потому что они не им про то, они говорят, что можно посылать то-то, то-то и то-то, но не это. Там другое, там другое, другое махлоки второго, второго порядка. Он говорит, посылают вина, масло, муки, муки и фасоли, но не зерно. Я не понимаю, почему фасоль можно, но нельзя. Почему фасоль можно, но нельзя. Читаем рождество. И наоборот, почему вино можно и фасоль можно. В смысле, они же разные. есть или там вот это, соль, вино можно поставить на стол, а это нет. Шаманку на стол поставишь, к руку. Соль это не манка, соль это мука, из которой пекут хлеб. А это то, что ты сейчас можешь. Ты мне быстро испечешь хлеб. Это, конечно, полупабрикат, но может быть, это полупабрикат не того порядка, где бешаман будет возражать. Я не знаю. Почему же вино? Оно же очевидно. Вино и шемен это... Казалось бы, да. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Не знаю. Не знаю я насчет вина, если честно. Ты права, конечно. Может быть, вину надо очищать? Не-не-не-не. Очевидно не про это. Очевидно не про это. Давай посмотрим, что говорит о рождестве. А ничего не за... А вот к Солюане ничего не говорит. Там главный центр... Идея это про твуа. Может быть такое, что когда их не шуми уйдет, если ты готовы, если ты готовы, если ты взяла информацию, а виноград туда нет? Ну, ты сказала. Не, ну, может, и нет. Ну, во-первых, потому что из винограды оливки не произведешь быстро, не леной оливковое масло. Так можно же. А тогда непонятно, почему по бедерелю можно. Да нет, не похоже. Ну, знаешь, там уже и зерна, потому что из-за этой энергии. Нет, зерна почему нельзя? Они же это объясняют. Про зерна-то они как раз объясняют. Может быть, вам сразу станет все ясно. Мне вот так и нет. Молочь, по всем мнениям, молочь муку из зерна, по всем мнениям емдов нельзя. Нужно было смолоть на предыдущий день. И Раши правильно замечает, что мука не теряет вкуса. Никаких проблем в том, чтобы муку смолоть за день до. Нет. Поэтому эта работа не разрешена. Поэтому он говорит, зерно нельзя. А жули зерна делать, кроме как хлеба. Вот. А поэтому они говорят. Мы же помним, что это можно дробить на малой ступке, в малой ступке, и тогда делают из них что-то вроде каши. Нет, все-таки это непонятно. Про еноты шмари непонятно и осталось непонятно. Я согласен. Это как будто бы они действительно являются полуфабрикантами. Поэтому я и сказал о Леоне Бушаре. Понимаешь, чем делать? Да, причем здесь Леоне Бушаре и Леоне Бушаре. Это у нас сейчас я имею в виду Бушаре имеет какое-то значение. Для них это совершенно было все равно. Нет, я думаю, что это все равно в этом смысле гласическом. Я имею в виду, что в том смысле, что может быть с ним что-то делали. Вот о чем я тебе пришел сказать. Не знаю. Про вас не знаю. Про вино у меня выскочил. Про вас не знаю. Вы про себя вспомнили? Нет, ну могли. Нет, там по-моему, шмой высказал, что вино можно очищать. Действительно нужно очищать от дрожжей. Они же могут очищать. Змых и Ланин. Змых, они очищали предыдущие серии. Но когда оно уже в кушинах, его нужно процеживать от накопивших дрожжей. Ну, по крайней мере, когда оно большие, кушинах, бочка. Ну, а масло? Бочку же не посылают. Почему это? Почему это? Богатые люди другим богатым людям не под тем бочками надо. А целого быка послать это нормально? Чего? Ну, не знаю. Чего? Почему не объясняют, потому что у них центр спора в других местах. Нет, но он же всегда не всегда. Не всегда. Смотрите. Да, действительно, это действительно интересный вопрос. Нет, не говорит. Так я думаю, это им очевидно. понятно, они знают, что такое вино масло и оно почему-то сходило в той же категории, как эти пикнилеты и мука. я думаю, вот в чем дело. Я думаю, вот в чем дело. Потому что оно как бы... Что? Как действительно налить на масло? Окунали в пите? Да, окунали в пите. Ну, вообще-то использую очень многие муравьи. Способны. Маме светильник налить с муравьи на руку на масло. В смысле еды? Салат в салатик, наверное. Нет, серьезно, там бедные люди обычно с виду макали, просто брали чуть-чуть, маленькую-маленькую тарелочку в масло. А богатый салат заправляли. Балбогатый заправляли салат. Ну, и шло, в какие-то блюда идут, жарили, наверное, на чём-то. А может быть, потому что для жарки используются. Или как добавление... А может быть, еще действительно по-моему, кстати. И вино тоже. И вино, и масло часто добавлялись в блюда, которые варили, готовились. Ну, для наших полезных, что его можно использовать. Можно использовать. Да, подарили бы вино. если чёртали, как он принадлежит не для того, чтобы он там налил как уксус какой-нибудь во что-нибудь. Еще раз. Я продолжаю считать, я лично продолжаю считать, что Мишалкин и Миношмоним слотот, выпить неё. Это уже не мнение Бейт-Белеля, а в общем... Ну, неважно. Да, но... Потому что... Потому что... Потому что Бейт-Шаммон мог бы ограничить... Вот это вот теперь, мне кажется, не мышь никуда. Потому что мог бы сказать, эти вещи, помимо того, что их можно использовать и так, может пользоваться и иначе. Ну, да, все можно использовать. Тоже правда. Тоже правда. Ну, вот он и говорит, давай только котлетки с рисом, которые прямо на стол. Не знаю, нет, может быть, может быть, в этом и котлетки. В общем, никто, никто в этом не говорит, просто потому что это казалось, кажется, не проблемой. Но разрешено их раз. И слава Богу. А интересно им там, где, собственно, спор есть. И вот он говорит, Гемара говорит, таны равы и ихи. Убирь вашу луя сыну Бешура. Ага. Значит, вот он объясняет мнение Бейт-Герли, что можно посылать скотину и так далее, и так далее. Он говорит, но только чтобы это не было процессии. Представим себе, идет 10 человек, 10 быков, как бы... С волынками в барабанах. С волынками в барабанах, это ладно. А если без волынки в барабанах, то сразу думаешь, что он идет их на рынок продавать. А это нельзя. А это не просто. Не просто он дает. Значит, рынок закрыт. Рынок, ну, это закрыт. У вас нет чисто еврейских поселений, практически нет в Израиле в это время. Мало ли кто шатается. Ну, ладно. Рынок, что значит рынок закрыт? Наш рынок закрыт. Так вот он и говорит. Что это ведет на рынок этих боков в Йомках. Нехорошо. Я подумала по поводу хлеба, льна и масла. Да, очень интересно. Что... Если говорить про Йомков, скорее всего, идет про праздничный тракет. Ну, конечно. Хлеб и вино, и, наверное, масло является обязательным апрекитором любого тракета. Это как вход, как бы, ну, как, возможно, как вход в тракет. Это подразумевается, если вы шьете вот этот базовый набор, то это уже есть, и они это отложат на потом. Кстати, интересный момент. Скорее всего... Кстати, интересный момент. Ну, другой, дело, что вина-то много не бывает. Все же разрешают это. Разрешают. Но... Разрешают. Так почему они говорят, что может, можно? Потому что мы могли бы подумать, что нельзя. Они про них говорят. Почему это в одном ряду, с киевом... Который тоже можно. Да. Что у них общего? Что про все про них мы могли бы подумать, что нельзя. Нет. Что это... Ну, другое дело, что вина много не бывает, это мне как-то странный немножко подход. А, чтобы подумать, что нельзя, потому что вроде бы как у них хлеб уже напечен и вино уже стоит. Что это... Как зажили на пол и двенадцать... Поэтому есть... Если ты говоришь, что понятно, что человек возьмет, да, может быть... Может быть, может быть, может быть, как аглайка. Интересно, кстати, вот это. Но вообще, надо действительно... Но тут, видишь, это не очень заботится. Да, но это вообще не заботится. Нет. Это интересно. Тан, а... Что такое, собственно, шура? Что такое это процессия? Процессия это не меньше трех человек. Который тащит подарки? Который тащит подарки, да. Байра вашей. Лата гавра и вот лата мины. Май. Вот представим, это три человека и три разных вещи. Когда как. Представим себе, что один человек ведет быка, другой человек тащит курицу, а третий человек несет, скажем, корзину с вином. Это будет процесс или не процесс? Ну, можно сделать какие-то... Ну, в смысле, идет продавать на... Ну, как, 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 как... Нет, трех уже нельзя. То есть, из двух можно? Из двух можно. С разными... Так, вопрос, если они трое ведут быков, понятно, нельзя. Если трое несут корзинки с вином, понятно, нельзя. А если один несет быков, уведет быка, другой несет курицу, зарезанную даже, допустим, котлет из риса, а третий несет корзину вина, когда-то. Ответа нет. Тэку. Что? Тэку. Тэку – это оператор, когда вопрос не закончен. То есть, Тэку, судя по всему, оборудовалось за слово Тэй-кум, да, Та-амот, останется стоячим. Вопрос останется, по-русски, это тоже отстоять, да, это вопрос останется или что, открытся, открытся. Мы не знаем, как вообще это происходит. Все, то есть, они просто, как бы, говорят, все не знают. Они фиксируют, да, они фиксируют, фиксируют непонимание, дальше логические авторитеты будут тебе говорить, вот, например, Шухан-Ару, по всей видимости, будет говорить, Луи Асэна Гальшура, а в говорим, что Мутар, бешлох, рэхавэрол, лэй-шелхан бешлора, шэ-шелошадный адам, а мэсэм минэхад. Ему аю, нэсэм шелошадный адам, ему аю бешлора, мэсэдэрэд мамэс, чтобы это не значило, Мутар, лэфи чабайямо нефтера, вэтэк, хэ-хаммэгэкула, вэй-эш осрэм, и так далее. Короче, дальше логические авторитеты разбираются, какой статус этой тейки в данном случае нет. В данном случае они говорят, что на эту тейку можно забить, грубо говоря, и разрешить забить в ту сторону облегчения. Что можно, если только это не выглядит реально как процесс. Если идут просто три человека с тремя разными продуктами, это нормально. Без волынок и хоробий. Без волынок и хоробий. Это нормально. Это вроде ничего. Все, что такое бывает, это такое. Да, не может, весьма нелепко, иногда целая серия. Рабишину матиргут вуа. Теперь почему, что у них с этим самым, почему Рабишину разрешают злаки, да. Таня, Рабишину матиргут вуа, кегон хитин, ласотмен лудиют. Лудиют это такие, я так понимаю, типа печенек из немолотого, немолотого, толченого, как бы, толченого зерна. Хитин это пшеница, да. Да, разумеется, извините. Что-то я поделялась в демо. Следующее, подсугья, как бы, в Гемаре, Рабишину матиргут вуа. Таня, Рабишину матиргут вуа, кегон хитин. Разрешают злаки, например, пшеницу, ласотмен гудиют. Сделать из них вот этот вот, вот эти вот, то ли печеньки, то ли непонятно что. посылать вот это вот. Не в каком виде, в колоссе зерна. А, не-не, я думаю, что вполне все зерна. В колоссе это как-то, как-то странно. Нет, опять вот мешок зерна. Вот, посмотрите, в штанзайце, например, он сбоку, Хаим описывает, что это за зерень такой? Что это, это, а, это не печеньки, это такая, это вывариваются, вывариваются зерна, не, 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 не толченные. Цельные зерна пшеницы, потом смешиваются там с рисом и еще чем-то там, а, не с рисом, а с орехами и гранатом, и это на, на, на десетки, Ну, я, можно попробовать, как-то я, вот коллекционирую талмудические сайти, рецепты, что, это, книжку трудно, там не очень много рецептов, сонник, вот, например, можно сделать, там есть целая глава, почти, толкование снов, а, вот, а вот с рецептами хуже, надо собирать, во-первых, из разных мест, некоторые из них, кажется, ужасно странными, вот, ну, вот фазана паталмудически, как-то, была освоена, ну, в виде индейки, впрочем, вот, на 13 цепитов, ну, в таких лапах, запекаются, целиком, линзейка, получается, очень вкусно, вот, и кто-то еще пробовал вот эти вот самые говяжьи языки в горшице потом уличные, что есть такой рецепт, а есть еще вот селедка, которая на треть солится, на треть жарится, на треть варится, вот это, по-моему, даже процесс выдержит, конечно, когда варится соленая селедка, да, она и жарится, она, наверное, трудно находиться, она чуть-чуть просаривается, чуть-чуть обжаривается, дальше доваривается, это самая вкусная рыба, какая есть, ничего вкуснее, говорят, не бывает, вот, но я не рискнул, такой, как это, я и говорю, вот, ксэурэн, литэнлифнэбээ мато, овез для того, чтобы, не овез, как его называют, ячмень, для того, чтобы кинуть скотине, адашэн, ласот мембрэ сэсси, ласот мембрэ сэсси, ласот мембрэ сэсси, ласот мембрэ сэсси, но тоже какая-то, какая-то фигня, которая, судя по себе, по названию, что это? Нет, ласосеси, это в данном случае, это дробленная, да, ласосесим, это отсколки, то есть дробленная, дробленная чечевица, видимо, как-то приготовляет, за какой-то блюдо, ну, любонечко ее, так, в ступочке, ток-ток, а потом там, никуда-нибудь смешать с чем-нибудь. Короче, есть какое-то традиционное блюдо, которое он даже не описывает. Не знаю. Дальше. Можно посылать одежку. Клим, в данном случае, это одежда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, ну не все, что стоит на окне и занавеска, а все, что стоит на окне, что является, ну вот, например, вот вы смотрите сюда, вот посмотрите вот на это окно, да, тут лежит провод, который определенно является предметом утвари, и есть какая-то обломанная люстра, которая, скорее всего, предметом утвари не является. Так вот, провод примет туму, а люстра нет. А занавеска вопрос. Вопрос, является она кли или не является она кли? Понимаешь? То есть, если аллафторат кли, да, если... В какой момент занавеска стала утварью? Она же никогда не была ничем, кроме кускового ткани. Но вот в тот момент, когда ее повесили, она вдруг, оказывается, стала в некоторых ситуациях одеждой. Да, это, значит, тем, тем, во что заворачивается эта смещательная слуга. Вот. И они говорят, что в кольку скоро она умеет становиться одеждой, значит, она не может быть килаемой. Элла Бакашин. Окей. Окей. Он говорит, значит, последнее, последнее... Мы приберты к стенке, да, у нас последний шанс сказать что-нибудь так и совсем нетривиальное. Вот Аня хорошо придумала насчет сжечь и погреться. Вот. Но кажется, мы все-таки не настолько близки к стенке. Вот. Если бы мы были настолько, мы, наверное, прибегли бы и к этому. Но пока он говорит, Элла Бакашин. Есть одежда настолько твердая, ну, в смысле, ткань настолько твердая, что она не может как бы заворачиваться вот так. На ней вроде бы можно сидеть. Вот. Что? Хорошо. Ну, типа того, да. Гадзим Кашимше Эйм Мехаммим, Мутарли Шевалеем. Что они даже не... Что их бессмысленно накидывать на себя, потому что они не греют. Это такой какой-то фетр по консистенции чем-то, что-то вроде. Вот как шляпа-узор примерно. Я думаю, вот такого бреда. Ну, короче, вот его как бы на себя не накинешь, а присесть на это вроде как можно. С простыночкой или без? Лучше с простыночкой. На всякий случай. Сейчас посмотрим. Нет, в смысле не посмотрим. Я говорю, нет тут. В эти гады Амара в гуна Брейдера в Яшуа. Ха нам-то гамда Денера Шкшарья. Вот он говорит, что говорит, что вот этот вот нам-то гамда, нам-то это, она еще переводит на на старо-французский именно как фетр. Ну, посмотрите, просто у вас же это все написано. Фелтар, да? Типа фелтр. То есть холст. Толстая холстина. Да, фетр. Да, но это не имеется в виду сваленное. Фетр это все-таки, насколько я понимаю, типа валенка. Они имеют в виду просто толстый холст. Тканый, но очень-очень толстый. Вот в этом месте Нерэш, видимо, производили вот этот вот очень толстый холст, вот этот вот утолщенный, да? Который можно было использовать, даже если он был килограмм, то мы, наверное, замешиваем шерстяные нити вместе с... Опять же, на прочности и толстоты. Так вот, на нем можно сидеть. Ни что-нибудь другое. Мы не могли подумать, что его можно, не дай бог, на шляпу использовать. А, но сидеть на нем можно. Вот. Ама-Рав-Папа. Ардалин Эйн Баймешум Килай. Почему интересно? Ардалин – это что-то вроде... Это что-то вроде нечто среднее между носками и ботинками. А что Ардалин Эйн? Ардалин, знаете, их нельзя? Наоборот. На них не распространяется закон Килай. Да, их даже смешанная ткань можно использовать почему-то. Я, кстати, не очень понимаю. Почему? Их ты все же надеваешь, по-любому. Подожди, а я не понимаю, почему... А на такие тапки... Почему я перевел? Почему я перевел? А, потому что... Потому что, когда он говорит Эйн Баймешум Машу, это значит, этот закон для них, на них не распространяется. У них нету этого, да? То есть... Это много где. Это хорошо запомнится стандартная фраза, да? А вот он говорит дальше. Он говорит Амарова. Ханны црары да пшиты эйн Баймешум Килай. Да безраны эшбаймешум Килай. Он говорит... А, подожди, секундочку. Давайте про Эрдалим разберемся. Эрдалим. Вот Раши пишет. Раи ти בתшувות הגауними шерегилим лелапшан тахат мин альээм. Альээм. Ор шэл т'ясшин. Меударин. Тахат каркейтам. Кеннегед маакав шэл... Акав шэл регэль. Њшо синутам шэл цэдэр. Вкориимотам нимти. Нам-то. Просто различные части делали. Не смешивали, а делали на разно. Похоже на то, да. Похоже на то. Но он говорит, что... Короче, это некие тапочки. Некие под... Или даже не стельки, а такие. Ну, нечто. Вроде носков, щелкув. Или там... Да, вот как это... Вот они, да. И... Их вроде бы можно, даже если они смешаны тканью. Ага. Потому что это... Да, но это все равно нельзя было бы, если бы их можно... Это же нити не смешивают? Ну что? Не, ну это ты как бы... Нити... Да, понятно. Но как бы... Но в нашем... В нашей аллахе. То есть то, что ты сказал, относится к библейскому праву. Да? Но к толмудическому праву. Я уже не знаю. Истолковали они так Тору. Или вели собственную взору. То, что сшито из разных кусков, тоже считается килаем. Это не как бы... Это точно знает. Я думаю, что... Не то, что прям совсем точно знал. Не изучал эти законы специально. Но похоже на то. Ну, а иначе было бы странно, зачем он говорил бы это вообще. Да, конечно. Если бы я там получила в то время такой подарок, то, что я не знаю, что получила что-то из мишеники, и не придумала, как его использовать. Можно продать, по-моему. То, что это мусор для меня? Чем, чем? Причем здесь мусор сразу? Мусор у нас там не про то совсем. Продать. Я не могу с этим делать. Продать. А, в нем-то вне, нельзя продать. Что я с этим делаю? Еще раз. Что ты с этим делаешь? А, нет. Нет, секундочку. А, это хороший вопрос, кстати. Проясняет, что мы здесь обсуждаем. Секундочку. Секундочку. Я хотел бы прояснить. Это важный вопрос. Действительно, важно прояснить. То, что у нас сказано в мишени, не накладывать никаких обязательств на получателя подарка. Ребята, это надо понимать. Что если ему послали быка, он не обязан его резать прямо сейчас съесть? Нет никакого? Что? Съесть всего. Съесть всего, да. Да. Это часто и невозможно. Но, как бы, вопрос, что имеет в виду даритель, когда он дарит? Еще раз. Котлетки лучше бы, конечно, на стол, да. Про быка, да. Некоторый вопрос, по-моему, он будет обсуждаться дальше. То есть, получается, что если тебе дарит этот подарок, ты там вот куда не выгоняешь, так иди, вот, не хочу, потому что я его все равно сейчас лезть не буду. Да ты его, да, можешь поставить. Не-не-не, конечно. Нарушил кто, кто подарил. Он ничего не нарушил. Он у башело, а та башер ха. Еще раз. Я не представляю себе ситуацию вообще, когда подарки третьего лица накладывают на тебя хоть какие-нибудь обязательства. Я не вижу этой ситуации. Может быть, она есть, но я пока ее не вижу. Как устроено право в этой ситуации? Сейчас возьмут и зарежут. Да. Да, 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 совершенно верно. Да. Ну, у меня тут 50 блюд уже наготовлено, что я буду сейчас этим пока? Он у меня постоит пока. Нет, не беспокоит. Еще раз. Да нет, потому что он говорит, а где лишняя работа? Не-е-е. Ну, это не считается, как это лишняя работа. Дело же не в этом. Дело не в лишней работе. Лохазый, да? Хазый, лохазый. Гордиться для субботнего использования, для емтовного использования, не годится для субботного использования. Ответственность только дарящего. Даримый-то не даримый, не несет никакой ответственности. Ему свалился подарок. Он не принимал на эти действия. А может сказать с вами, зачем вообще тогда это говорить? Кому? Вот никому. Зачем об этом пишешь? Получается, что всегда можно. Нет. Есть вещи, которые... А вот на Аль-Мисумар, например, Асандаль-Мисумар, например, нельзя. Есть вещи, которые заведуются. Асандаль-Мисумар, например, нельзя. Сейчас они не будут говорить, что нельзя. Я вот сам волнуют. А про те вещи, которые или да, или нет, вот в этой зоне... Конечно. Конечно. Никто не заставляет их тебя использовать. А, это важно подчеркнуть. Конечно. Еще раз. Система права устроена определенным образом. Я... У меня пока голова никак не... Мне не удается понять, каким образом подарок может накладывать, какие бы то ни было обязательства, на того, кто его получил. Он же не делал ничего для этого. Вообще никаких действий не совершал. Сидит все дома, празднует. Тут на него сваливается бык. Неизвестно откуда. Или фетровая шляпа. Или я не знаю, что. Вот. Шур, он прямо вот обязан придумывать, куда он эту фигню повесит, там, еще изучать, листать, там, что там можно, что нельзя. Но он с ума сойдет, если он такое все делать будет. Еще там разыскивать, не хотят нити там, что жалко или не жалко, в смысле, шестыные или не шестыные. Это линия для тропа, таких вот оболки, своих. Можно ли его отложить? Конечно, может. Конечно. Еще раз. Пока мне не доказали обратного, я думаю, что тот, кому достался подарок, не несет никакой по этому поводу ответственности. Он может сделать с ним ровно все, что угодно. Речь идет... Если у тебя есть какая-то бедра, он не может его откладывать. Если у тебя есть какая-то вина, нет, нет, почему же? Ты не можешь производить подготовительные работы в сам юмдов, если ты не собираешься выйти в сам юмдов. Это да. Но просто оставь в ведро, как бы, или быка, например, у себя в сто... Что ты, что ты, всех быков, что режешь на каждой проекте? Что база тебе можно? Нет же. Ответа нет. И всю одежду носишь. Нет, у тебя нету такой разницы. Другой вопрос, что какую ответственность несет посылающий. Это да. Вот он действительно несет ответственность. Он должен заморочиться, в некотором смысле придумать, на ситуацию, в которой его подарок мог бы быть употреблен сам юмдов. А будет он употреблен к юмдову в Украине? Это уже ничья проблема. Если не будет. Ну не будет и не будет. Останется до завтра. А если не будет? Проблема ли это для Абрии? Нет, совершенно не проблема для Абрии. В тот момент, когда Абрия перешла из его власти в область этого, он уже несет за нее опять никакой ответственности. Он-то уже придумал все. Потому что верь. Абрия это можно... Да. Да. Кроме определенного... Нет. Вот, пожалуйста, нами суммарно нельзя подбитые гвоздями сандалии нельзя. Килая нельзя. Килая можно. Но только определенного вида. Да, вот нельзя мягкую ткань с килая. Нельзя. А вот и жесткую, например, можно. И опять же, нет, разумеется, подчеркиваю много раз, разумеется, не накладывать никакой ответственности на тому, у кого подарок достался. Я вам вновь не заголовлюсь. Так, еще раз. Им вадимы мишу килаям. Амарова. Ханы црары да вшиты эмбай мишу килаям. Да безраны еш вадимы бай мишу килаям. Значит, мошна для, ну, того, что деньги завязывают, там такая хрень, мешочек такой, который завязывают деньги. У нее, на нее не распространяется, что? В слове, он называется влагалище. Ну, например, да. По-еврейски тоже, наверное, нартик. Значит, так вот, значит, мошна для денег, на нее не распространяются законы килаяма. Здесь она называется црарой да вшиты. Вшиты – это прутат. Вшиты – это просто замяда. Да, ну, кошелек, для мелочи. Безраны – это зерна. Да, тут мешочки для зерен, а вот они на них как раз обстаняются законы килаяма. Безраны – это зерна? Да. Прикол. Безраны – это зерна. Потому что, видимо, они делаются из более мягкой ткани, я так понимаю. Вот эти безраны, в смысле, безраны. Их можно было бы использовать как накидку, как, не знаю, варежку. Асурлин… Да, то, окей. Раваша, Амар, и хадзе, и хадзе, энь баймешум килаям, и фичейн, дэрх, и мумбыка. Он говорит, Раваша говорит, и то, и другое не подлежит законам килаям, потому что греться об них никак не получается никак. Не об то, не об другое. Вот, видимо, считают, что они слишком мягкая ткань для того, чтобы это разрешить полностью. Вот. А вальло сандальми суммар. Надо все-таки эту историю найти. А вальло сандальми суммар. Сандальми суммар. Маэта амало? Да? Не, но не подбитые сандалии. Сандалии, подбитые сандалии почему нельзя? Мишу Масэшайя, потому что была такая история. Тут он, по-моему, ее не рассказывает. Масэкет шаббат. Да. Так, давайте с Комэмэл быстро найдем, если мы становимся то и то и изучим, а если мы сандалии, то есть мы находимся в любви сандалии. Быстро не нашли. Значит, история за мной. Я ее найду дома и принесу в следующий раз. Есть шаббат? Ага, я ее попробую. Так, чтобы он давал мне ссылку сейчас. Самых гимлом удалит. Самых гимлом удалит. там, так, шитим, па-па-пам. А где же сандаль-то, месомар? Не понял. Не понял. Так, ладно, сандаль-месомар за мной. Я в следующий раз принесу историю подробно из шаббата. Так, а мы еще берем еще вот эту вот сугью до конца и заканчиваем. Амар-аба-е. Сандаль-месомар асурли на ало мутар-ле-таль-тилло. Да, подбитый сандаль можно, запрещено нам обувать, но можно носить в руках. Зачем? 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 Асурли на ало мишу ма-сэ-шайя. Запрещено его надевать, потому что была такая история. Умутар-ле-таль-тилло. Медокатаны энмешал-хин. А разрешено носить, потому что в нашей нищине сказано нельзя посылать. Имеется в виду въем тут. Да и салка-дата асурли-таль-тилло. А что лититу-ли-асур мишал-хин мебай. Он говорит, если бы имелось в виду, что его нельзя вообще носить, то какая логика должна быть для того, чтобы запретить его посылать? Понятно, да? То есть, его вообще в руки брать нельзя, то никому не пришло бы в голову запрещать его посылать. Понятно, что у него не добавят в руки. Значит, из того, что кто-то запрещает его посылать, да, делается вывод, Абаи делает вывод, что носить его по двору можно. Понятно? Дарить нельзя. А если у кого-то есть какие-то подарки, надеть нельзя? Надеть нельзя, надевать его нельзя в шабаде. Можно, например, перенести его из одного шкафа в другой. Ну, если он тебе мешает, например, сесть на диван, лежат они на диване, мешают сесть, его можно убрать с дивана. Трогать его руками можно, а надевать нельзя. Вот такой такой удивительный предмет. И дарить нельзя. Потому что надевать нельзя. Потому что единственное, что с ним можно сделать, это переносить свое место на место. А это дурацкое использование. Оно никак нам не помогает ничем проводить праздники. они напоминают нам про что-то плохое, да. Я расскажу следующее. Сегодня, я думаю, мы закончим. А в следующий раз я расскажу, что плохое нам нам не кажется. А что с белой опыта? Вот, и в следующий раз с белой опыта. Я ж под ней буду не езжать. Смотри себе. Спасибо. Во-первых, в сети есть английский как бы английская гемара, полная. Насколько мне известно. Ну, в лица точно есть. Санчин, отличное здание с хорошими пояснениями. Я не могу говорить о сусе. Он в сети есть. Он в сети есть. Мы закончили. Да, мы закончили. Спасибо. Знаешь, что, а чей телефон тебе? А, это твой. Когда не работают все эти могут. Когда не работают, как я съел? Понимаете, когда он перешел на и работают и шоу. Да, да, да. И тогда, когда работают. Ну, да, тогда работают. Вообще, по идее, должно быть все нормально. Я не знаю, почему. Важно. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...